Нечему, вот понимаете, вот видите, он прям желтеет. Желтеют и огурцы, и кусты, а ведь овощ влаголюбивый, говорит Ольга Рыжкова. Дачница не надеется собрать хороший урожай огурцов. Их бы чаще поливать до нормальным количеством воды, а не 10-литровой канистрой, которую привозит из дома. Конечно, такого объема воды не хватит на весь участок. Нужно расставлять приоритеты. Сегодня Ольга Рыжкова отдала предпочтение Виктории. Пересаживают ее для следующего года. В прошлом женщина ягоду не увидела. Вот я открываю. И тишина. Ни напора, и ни единой капельки из шланга. С начала недели трубы стоят сухие. До этого вода была по расписанию, но и режимной подачи было недостаточно. Чтобы влага сохранялась, вот солома у меня, перед соломой у меня кордон. Как бы я, ну действительно, я уже ученая. Опять у меня солома мульчи была. И с прошлого года тоже кордон. Но он уже, вот видите, он такой, вот видите, он как бы спрессовался, перегнил. В садовом товариществе «Калягинские холмы» ни одна Ольга Рыжкова страдает от засухи. Вода должна идти из этого резервуара, вот только напора нет. Насосная станция, что стоит в нескольких километрах от этого места, обесточена. За долги общество отключили. А так тут все, в принципе, работает только вот электричество? Все работает, да. Да, только насосная заработает, начнут воду подавать, и мы все открываем задвижки. И вода пошла по системе. Но, чтобы это произошло, дачники должны оплатить взносы. Из-за того, что люди не вовремя платят или же вовсе не дают деньги, возникают проблемы, рассказал председатель товарищества. В этом году председатель использует новую методику сбора долгов. Пошел в суд. Там уже лежат несколько обращений. Иначе по-другому недобросовестные дачники не поймут, что платить надо, чтобы был и урожай, и проблем не возникало. Артем Михалков, Григорий Сараев, Нота Бене.